Приветствую. Ну, что же, давайте рассмотрим тему переедания, тему высоких требований к себе и тему страха, значит, что-то упустить, то есть желание постоянно что-то делать. А также стыда и страха, что утекает время. В связи с чем, вот такое состояние характеризуется чрезмерным напряжением в волевой сфере, и как следствие ее атрофии. В первую очередь хочется сказать, что и стыд, и требования, если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что и стыд, и требования, они идут вместе. То есть вы увидите, что чем, значит, чем сильнее, чем сильнее требования, чем они выше, тем больше стыд. Почему? Потому что требования, это инородное что-то. Потому что требования, это то, что принадлежит не нам. Требования, это то, что транслировали нам другие люди. Мы были с этим не согласны. Мы это в себе подавили. И вот это чувство, которое мы в себе подавили, оно превратилось в стыд. Поэтому первое, что нужно сделать, это ограничить, собственно, себя от фигуры. От фигуры, от фигуры выдвигающие требования. Это то первое, что нужно сделать. То есть есть я, и есть фигуры, которые чего-то от меня требуют. Чего-то хочет. Вот. Дальше можно детализировать эту фигуру. То есть что это за фигура. Кому она принадлежит, эта фигура. Что хочет эта фигура. Для вас ли хочет эта фигура. Или она решает какие-то вообще свои проблемы. Если она решает свои проблемы, то зачем прислушиваться к ней тогда, если она свои проблемы решает. Вот. Понятно. Следующим пунктом могло бы стать трансформация стена в злость. То есть вот, ну, замечательно. В себе замечательно в себе злость там, где есть стыд. Дальше. Что такое переедание? В широком смысле переедание это акт давания себе чего-то, чего не дается, ну, в другое время. В другое время. В другое время во всех остальных сферах. Что это такое? Чем отличается, ну, вот, это действие от какого-то другого? Оно отличается своей импульсивностью. Оно отличается своей эмоциональностью. И самая главная характеристика, которая есть у этого действия. Неконтролируемость. Неконтролируемость. Спонтанность. А все остальное, скорее всего, делается не спонтанно, делается контролируемо. В общем. Отсюда такая потребность в переедании. И здесь мы обращаемся к сфере деятельности, где человек делает все на волю. делает все, потому что надо. Мы понимаем, что если человек делает все, потому что надо, он в этом не видит ценность. его одолевают мысли о том, что нужно быть лучшим или лучшей. он боится, такой человек, сделать что-то не так, и целью своей деятельности ставит именно идеал. Сделать идеально. Сделать хорошо. Там, где есть потребность сделать хорошо, нет эмоционально-чувственного наполнения того, что я делаю. Нет. Просто места нет. И, как результат, постоянный страх сделать что-то не то. Ну, как результат. Поэтому решением здесь является работа с вниманием, когда мы переключаем внимание с того, что нам надо и надо кому-то, на то, что нам хочется. И начать можно с субъективного восприятия того, что мы делаем. Ну, например, занятие спортом, допустим. Если я занимаюсь спортом, если я, ну, уделяю внимание спорту, допустим. Что это для меня значит? Не для кого-то. Вот очень важный момент. А для меня, что это значит? Какую я вижу ценность в спорте? Есть ли ценности, которые реализуются, ну, через спорт для меня, опять же. И так далее. И вот мы получаем здесь направленность, конечно, уже не на успех. Мы получаем здесь направленность на личное удовлетворение. И это не всегда легко, потому что, извините, если человек привык делать только то, что надо и не привык делать то, что он хочет. Что, оказавшись вот в этом новом для себя, значит, ну, состоянии, да, оказавшись в новом для себя положении, ну, человеку будет не по себе. Это понятно. Это нормально. Поэтому здесь нужна поддержка. Вот, то есть тут вот необходима человеку поддержка. И проживание вот этого вот периода адаптации. Потому что по привычке будет вот эта вот история, что как же так, вот я сделал что-то, что хотел или сделал что-то, что хотел. Вот, получилось плохо, ну, хуже. Вот, вместо, ну, вместо пятерки получил стройку, например. Вот. И это привычная, такая привычная очень парадигма, в которой человек живет. Ну, она же его очень сильно мучает. Вот. И из этой парадигмы выбраться довольно сложно именно потому, что она привычная. То есть вот, ну, просто запускаются привычные механизмы, да, привычные мысли. Вот. И, в общем-то, все. Очень важно здесь на ситуацию саму посмотреть по-другому. Ну, я надеюсь, понятно, что другое восприятие есть. Конечно, вы на себя, если оказались в такой ситуации, очень много берете. И игнорируете то, что вам тяжело, вот, и как бы функционально отказ от чего-то, что вам тяжело в пользу того, чтобы делать то, что хочется. Вот. 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 Ну, с ценой неодобрения кого-то. Это еще один такой момент, достаточно тяжелый, который человеку сложно пережить самому и нужна помощь психолога, помощь специалиста. На этом все. Надеюсь, это было интересно и полезно. А если хотите поддержать мою работу, в описании есть ссылочка. Вот. Буду благодарен. Всего самого доброго. Увиди. Увид��. Увидимся. Осторaro.